привет друзья как и обещал в этом видео мы вас посвятим тонкости что происходит на одесском ночном привозе поэтому давайте посмотрим этот материал подробно при возможности отметьте это видео своим лайком и подпишитесь на наш канал еще в 1827 году на привозной площади в одессе был огромный рынок на котором торговали в основном привозным товаром то есть колес с вазов фур и тележек от этого и пошло название нашего рынка в 1913 на привозе построили специальный фруктовый пассаж но сегодня оптовый ночной рынок плодово-ягодных культур находится вблизи не самого лучшего места а а именно рыбных рядов лучшие дни для торговли со среды до субботы при условии обязательно хорошей погоды открывается въезд на ночной рынок с 18 00 и кстати в течение первых двух часов приходят самые козырные покупатели и они выкупают самый качественный товар после 22 00 торговля идет вялая и если кто не распродался надо быть готовым к бессонной ночи дальше идет так называемая игра на нервах покупатели иногда нагло говорят что они придут 6 утра перед закрытием рынка и все заберут почти даром по 10 гривен и продавцы начинают паниковать время идет и после двух трех часов ночи уровень паники зашкаливает и тут появляются как вы думаете кто да наши покупатели и начинают сами торговаться психологически вы готовы уступить таким покупателям надо сказать что за въезд большой машины типа буса с вас возьмут 900 гривен за маленькую машинку как вы видите в этом фрагменте вы заплатите 500 гривен можно зайти с небольшим количеством товара тогда вы будете платить за количество ящиков отдельно за каждый примерно 10-15 гривен по качеству винограда внешний вид разный от простых так себе гроздей до супернарядных фестивальных грозей дубовского розового кстати по 35 гривен задача была лично проверить качество винограда на привозе для чего я захватил свой рефректометр на меня странно реагировали продавцы но услышав что я готов купить огромную партию винограда для больших людей но с пометкой сладкого винограда все с охотой просили измерить уровень сахара в их товаре все по 30 до 1 аркадий осталось подоскать но далеко без не далеко не сону аркадия по 25 до я возьму одну ромку посмотри надо сказать самая сладкая оказалась ливия с сахаром 19 брикс по цене 30 гривен продавец привез ее из капоней херсонской области где купил около четырех тонн по 24 гривны смотрим по преображению средний сахар 15 16 брикс не слажем мое мнение способы транспортировки и сохранности продукции у нас еще далеко от идеальных и еще вывод такой что если у вас слабые нервы и вы не готовы отдать свою продукцию почти даром ищите другие способы реализации на следующий день мы не могли не пройтись по рынку и заснять для вас уже розничные цены на том же привозе а почему он будет это без косточек или с косточкой конечно на вкус и кивны почему зеленые а здесь косточка есть здесь нет а здесь есть да вообще все по 30 до это этот штука вы так от души берете молодцы а это что это огонек типа огонек таировский да такой есть это что вы дома сюда собирается все дома собирается надо сказать что хорошего свежего винограда почти нет думаю это основная причина что многие из вас хотят иметь свою свежую ягоду на своем участке ну что я надеюсь вам понравился этот ролик поэтому подписывайтесь на наш канал ставьте лайки и будьте с нами всем хорошего настроения пока спасибо и если Субтитры сделал DimaTorzok